Я Лазовский Константин Игоревич. Работаю в Люксофт с 2015 года. Являюсь темой дом одного из проектов. Меня зовут Анастасия Кузьмина. Я работаю в Люксофт около года на позиции лид-аналитики. Я, Андрей, работаю архитектором в компании Люксофт уже около полутора лет. Меня зовут Сергей Кондрушкин. Я работаю здесь третий год старшим разработчиком Java Becanda. Что меня откупило в самом Люксофте? Это международная компания. Достаточно большое количество людей доверил свою карьеру данной компании и это, безусловно, мне понравилось. Про Люксофт я знаю очень давно. Такие компании представляют большие возможности для роста и реализации своих возможностей. Такие компании всегда нацелены на результат. И для меня это важно. Для меня это не пустой звук. Для меня главным критерием выбора будущего места работы является потенциальная возможность развития в профессии. Люксофт предоставляет возможности как для самореализации IT-специалистов на разных уровнях, от начальных до лидирующих. Возможность выбора проектов без привязки к конкретному локации. У меня было несколько предложений от Хантера. Я выбрал Люксофт, потому что здесь мне понравился проект по описанию. И именно слуху. В моей работе мне нравится, наверное, то, что компания предоставляет мне возможности для роста. Курсы, которые проводятся в локальном учебном центре Люксофт и непосредственно ежегодная аттестация. Я искала работу, которая дала бы мне возможность реализовать тот багаж знаний, который я копила достаточно долго. Для меня важно было, чтобы работа соответствовала уровню моих ожиданий по сложности. Мне важно что-то делать уже для людей. У нас очень большой проект, у нас очень большое количество пользователей. Мне нравится, что в Люксофт задан высокий технологический стандарт. И в работе, на практике, действительно приходится применять современные IT-технологии. В моей работе здесь нравится, во-первых, эта творческая работа. А во-вторых, здесь хороший коллектив и достаточно отлаженная схема постановки задачи и проверки результатов. Сейчас я являюсь кингидом одного из проектов. В данном случае это крупный государственный заказчик, который занимается автоматизацией работ его служащих. Мы занимаемся развитием интерактивного сервиса, которым пользуются миллионы наших сограждан. Как системный и программный архитектор, я отвечаю за соблюдение SLA по работе системы в целом. От качества моей работы зависит конечный общий результат всей нашей команды. Сам проект довольно интересный, потому что масштабный. От наших решений зависит в той или иной степени качество жизни многих миллионов людей. По поводу технологий, которые мы используем на проекте, это непосредственно Framework Spring Boot, Cuzzlecast, это непосредственно Kafka. Аналитики на нашем проекте занимаются разнопланными задачами. Мы проектируем пользовательские интерфейсы. Для этого мы с командой дизайнеров работаем в Sketch и Zeppelin. У нас есть очень большая интересная структура базы данных. Ее мы оцениваем в Power Designer. В нашей проектной команде мы используем такие инструменты, как Jenkins и Artifactory для автоматизации CIDI задач. Confluence для концентрации знаний и проектных решений. Java Spring Boot Framework как основной материал для построения Service Base архитектуры. Stack-технологии у нас достаточно стандартные. Это Spring Boot, это Oracle, с которым мы общаемся. Это микросервисная архитектура, это XML, технологии Jaxby. Есть у нас CI, есть у нас тот самый Jenkins, который это выносит в мир. На проектах важные самые – это те люди, с которыми тебе приходится каждый день коммуницировать. Люди все отличные. Можно общаться не только на темы по проектам, но и, соответственно, куда-то вместе сходить. Очень люблю своих коллег. Для меня это вторая семья. У нас непростой проект, но это, мне кажется, делает нас ближе. У нас очень высокого уровня специалисты. С ними всегда очень приятно общаться. Они и скажут умно, и пошутят спешно. Коллектив, в котором я работаю – это высоко мотивированные специалисты с очень большим IT-бэкграундом. По поводу того, какого человека мы ищем к нам в команду. Безусловно, это должен быть человек, который готов развиваться. И самое главное, что я считаю, это ответственность за тот продукт, тем самым даешь некоторый вклад в общее дело. За время работы в Люксофте мое мнение о такой большой корпорации, ну, как она вообще может существовать, очень сильно поменялось. Мне всегда казалось, что корпорация – это что-то очень сухое, формальное, и ты в нем как винтик. В Люксофте все по-другому. Он строится на людях и в внимательном отношении к людям.